Всем привет друзья, с вами Гамилькар Барко, продолжаем играть в первый Рим, летсплей за империю Селивкида 26 серия, если мне не изменяет моя память, всем желаю приятного просмотра, у нас здесь война с Римом в полнейшем, в тотальнейшем разгаре, я бы сказал мы осаждаем Белозору и здесь скоро, я думаю, будет грандиозная битва, интересно Как долго римляне будут ждать, прежде чем на нас напасть, но в любом случае, битва здесь обещает быть очень-очень интересной, очень насыщенной, кроме того, дом брутов тоже здесь не дремлет и готовится на нас напасть, я хочу просто кое-что посмотреть, у нас враги Да, у нас нету войны с греками, это уже хорошо, ладно Понятно, что у нас там сейчас в ближайшие несколько серий будет просто тотальная Мочилова с Римом, но я сейчас думаю про другое, я думаю про то, как бы нам поскорее разобраться с Египтом Войска в Иерусалиме в качестве гарнизона у нас сидят, но кроме всего прочего у меня в Саламисе войска находятся и их тоже нужно переправлять обратно на материк для того, чтобы вести наступление на египтян Вот с этих трех городов мы поднимем сумасшедшие бабки, особенно с Мемфиса и Александрии мы поднимем просто чудовищное количество денег Но для того, чтобы эти деньги поднять, нам нужно туда как-то попасть А это не так, не так просто Кроме того, мы должны вот этого чувачка сейчас переправить в Грецию, что здесь, так понятно Войска нет, тоже нет Так, давайте вот этого мужичка отправим в сад, нехорошо, когда огромное количество генералов сидит в одном городе Так, а у тебя здесь что? Ну и да, и в пергам вот этого Рассредоточим их по нашим малазийским землям В принципе, можно сейчас вместо того, чтобы вот этого генерала отправлять в Грецию, попробовать захватить Родос Попробовать захватить Родос, а почему, собственно говоря, нет? Почему нет? Не знаю Так, блинши корабли Так, давайте корабли отправим в порт Пергама Как раз таки он там сейчас переобучится Корабли нанимаются, хорошо Эти тоже там переобучим И будем захватывать Родос и дальше Кедоний Думаю, будет неплохо Морская оторговля дает неплохих денег в казну Так что займемся этим вопросом Теперь Соломез мы здесь ходик должны будем посидеть Антиохия успокоилась Что в Мазаке ничего не строится Почему? Понятно Ладно, давайте закончим ход Посмотрим, что здесь будет происходить Так, забыл про своего дипломата Но это не страшно Так, дом юликов на нас нападает Юлики, юлики, юлики Армия огромная у них на самом деле Просто гигантская, я бы даже так сказал Капитан Осиний Очень сильный стэк у него Амули Юлий И капитан Публий Серьезные римские войска Очень сильные Очень-очень Я бы, например, с такими войсками захватил всю Грецию Но командую Там не я А какие-то чуваки из дома Юлиев Будет очень тяжелая битва У противника перевес 2 к 1 Пехота у них очень классная С пилумами Так что они доставят нам Очень больших проблем Но я думаю У нас здесь шансы Потому что у нас здесь есть колесницы И у нас здесь великолепный генерал Гирзавоеватель Тяжелая битва Но я думаю Мы сможем здесь победить Друзья мои Поехали в битву Начинаем размещение войск Само собой У нас Достаточно Немаленькое количество пехоты Вот этих вот фалангитов Это не самая донная Но и не самая топовая Пехота Из всех возможных Так Четыре колесницы Это наш основной юнит Который должен убивать Поэтому 2 на 1 фланг 2 на другой Что по коннице У нас в основном Такая стрелковая конница Ее задача Добивать убегающие войска На 2 отряда конных лукарей Рим достаточно сильно бронированная фракция Поэтому особого урона Они им не нанесут Так Слегка нервы потрепать Я думаю Должны Ну и есть у нас Конечно же Генеральская конница Плюс отряд Наемных сармат Так у меня еще А 2 отряда Даже наемных сармат Это великолепные лошади Начинаем битву Враги привели на поле бой Еще людей Так Давайте начнем По быстрому битву Попробуем ликвидировать Первую армию До подхода второй Этих парней Отправим вперед Включим режим обороны Отбегания Пускай они там Нервируют Ту другую армию И здесь мы тоже Будем заходить Всем приказываем Бежать Так Генерал Тоже в тылы Здесь начинаем Подбегать Так Ну и что Давайте Атакуем Тогда Вот здесь Так Здесь Опускаем Копия Здесь Бьем в тылы Так Здесь Надо будет Поднять Копия И Идти сюда Здесь Мы Проехались По тулам Отлично Давайте Пробежимся Дальше Здесь Клонницу Сюда Да Пробегаем Бьем сюда Здесь Разбили Здесь Бьем Все Пошла Паника Настоящая Вожди Вообще Так себя Она ведет Все Погибает Дрожа Полководец Бьем сюда И бьем сюда Это уже Вторая армия Потому что Первая Разгромлена Так Давайте Прикажем Добивать И добивать Так Пехоту Нашу Поднимаем Ей копия И Перестраиваем Бежим Еще Один Вражеский Полководец Убит Так Это уже Вторая Армия Добита Хорошо Замечательно Так Добиваем Здесь Добиваем Здесь Здесь Преследуем Чем больше Мы сейчас Завалим Тем лучше Все Отлично Две армии Полностью Уничтожены Когда я говорю Слово Полностью Это означает Что они Полностью Уничтожены От него Вообще Ничего Не Остается Так Добиваем Этих Это Кто Так Вот Этих Добивайте Так Здесь У них Еще И были Собаки Оказывается Но Это Не Важно Так Что У меня С Пехотой Пехота Понесла Значительные Потери Третья Армия Противника Разворачиваем Нашу Пехоту Туда Лицом К ней Здесь Бьем Айтих Так Теперь Возвращаем Конницу Обратно Так Здесь У нее Колесница Где-то Сражается Так Понятно Здесь Нужно Ударить По этим Здесь Убить Гейм Так Что Тут Так Здесь Надо Отходить Блин А Это Кто Ага Понял Конница Ударила Нам Сюда Неожиданно Так Давайте Здесь Тогда Опустим Копья И Ударим Вот Сюда Конница Здесь Испугалась Ну И Генерал Полчаться В лоб Молодец Просто Молодец Нечего Сказать Все Погибает Так Здесь Ударим Сюда И здесь Колесницы Прорвемся Немножечко Туда На Противника Так Здесь Добили Еще Один Отряд Кавалерия Отлично Отлично Продолжим Продолжим Битву И Добиваем Побольше Побольше Противников Здесь Ударим Сюда Здесь Ударим Сюда Здесь Колесницей Добиваем Убегающие Войска Ставим На вторую Скорость По максимуму Просто Сколько Процентов 84 Отлично Отлично Все Теперь Можно Заканчивать Битву Кератическая Победа Убили 2000 Врагов Потеряли Где-то 250 В уход На стратегическую Карту Славная Победа Отлично Разбили Римлян Под Белозор Это Очень 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 Круто Так Смотрим Что там Вообще Остается Сможем Мы Сейчас Взять Сходу Город Или Нет Ну Блин Здесь Еще Одна Римская Армия Подъехала Это Меня Напрягает Ладно Еще Одна Битва Нам Предстоит Подождем Пускай Нападают Самая Развитая Фракция Дом Юлиев Походу У них Очень Большие Территории Казна Достаточно Неплохо Мы Получили Денег 17 Тысяч Починка Соломис Общение А Наборе Скифия Египет Союз О staging Египет Союз Но Они Пока С нами Не Воюют Но Я Думал Они На Нас Могут Сагриться В Принципе Так Что Здесь Один Корабль Надо Его Разбивать Разбиваем Безоговорочная Победа Здесь В городе Оставим Вот Этих Геликий Ских Парней что еще можно там нанять дайте тифле крутых две штуки возьмем оставлять никого не буду остальной армии и сядем на корабли хотя у меня здесь есть генерал давайте вот этого парня как его зовут кстати гранда тигран тигранчик у тебя есть возможно нет ладно тигранчика будем брать с собой возможно в будущем он превратится в неплохого полка а это что у меня за стык такой стоит так ладно давайте высаживаться вот здесь и корабли в порт отправляем антиохии и на переобучение сразу отлично 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 здесь у меня вся армия переобучена отлично давайте вот сюда этого тут стык слоны и так далее и движемся в сторону египта делимся в сторону египта сейчас наши корабли переобучиться и подключиться к нам по берегу возможно сядем на корабли и чтобы не сталкиваться этими двумя армиями высадимся в районе александрии попробуем взять и по быстрому штурмом авторасчетом должно получиться в принципе что что-то за какого хрена соломис офисали блин а ничего подкупили что ли вот суки а подкупили фессалоники представляете себе ладно ладно так а появились новые наемники давайте возьмем их отлично так здесь мы отплываем в порт нас тут перехватывают дать его сразимся один корабль потеряли к сожалению но зато вырвались из их окружения посмотрите насколько сильно здесь на разросся дом брутов у них уже раз два три три города по крайней мере то что я вижу я даже думаю четыре у них города это очень плохо очень плохо они набирают силы нас это не может не напрягать возьмем отсюда отряд лучников он прачников вернее болеарских так у нас получает такая стрелковая армия ну ладно делать нечего будем воевать стрелковой армии поставим здесь еще ходик и дальше двинемся в сторону хотя дайте двинемся уже прямо сейчас корабли сейчас нам переобучиться и быстро приплывут сюда к галикарнасу так значит здесь все в порядке давайте быстренько пробежимся по строительству так и русалим дайте построим рынок отлично дамаск дамаск ничего строить не будем пальмира ничего хатра 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 так ничего не будем строить кота из дать построим поля так ладно куда из очень маленький город находится на ошибе и надо его расширять так сатра ничего не можем даже при всем желании строить вселевки вселевки можем дать построим вселевки агуру и все да агура пускай будет фрапса артакса тра против артакса ты хотя нет храм пока не буду строить суза и что сузах можно дать и сузах построим академию и потом каменные стены на поехали дальше пергам давайте в пергаме великую агуру за 4000 построим хотя не дать порт порт большой построим а потом уже агуру так 10 тысяч мы уже потратили на все это галикарнас ничего не буду строить сарды уже строится так не комедий кстати порт дороги рынок ну и все наверное поехали дальше анкера да конечно рынок дороги деньги будем сейчас зарабатывать соломис дать сюда еще агуру присовокупим так в синопе агуру у нас 12 тысяч денег все больше тратиться не будем подождем пока все это построится а потом уже задумаемся каких-то новых строительствов всем большое спасибо друзья мои с вами был гамиль карбар к ватсплей за империю селевкидов высокий уровень сложности надеюсь что вам понравилось ставьте лайки комментируйте до скорых встреч пока пока а